хорошо смотрится сегодня с утра я проснулась и у меня была куча несогласия с этим пространством я начала проявлять плохое настроение у меня в гостях ребенок тетя катана почему ты с утра такая злая была ходила на кота и орала даже и думаю вот как бы я это рассказала 15-летнему человеку какая какое несогласие у меня внутри творилось с утра и вот родилась класска я сейчас тебе расскажу сказочку дружок сказать гуанская сказочка из локдауна третий раз в жизни вижу этот текст сказка об одном сказочном государстве там жили разные волшебники у волшебников было целое царство которым не было законов были свои рекомендации а законов не было в этом раньше только сезонами проживающие волшебники государства настали смутные времена назвали эти времена локдаун так вот они остались жить здесь и вне сезон тоже кто-то впервые а кто-то уже имел опыт проживания в деревне в деревне ты знаешь все ведь иначе каждый поступок на виду все знают то что делает и во что гораздо и вот волшебники некоторые плюнули на то чтобы над собой работать решили просто быть собой и понеслась сначала все было более или менее потом начали доноситься то там опоил свою ведьму да так что на коню двинула то какой-нибудь поселковый гном на пакости добрым людям короче жили так как будто у людей как у рыбок золотых память три секунды работали кто во что гораздо многие черти разводили своих же били друг друга использовали провоцировали на энергии даже пытались запихнуть в дурку и однажды одна богиня марла из мира рептили решила поделиться своим драконом для передвижения со своим знакомым который у нее над сказать рождество утром незадолго до этого фамилия у него была как раз подходящая обманом и вот прошло пару лет и богине самой понадобился этот дракон и я бил был сбит последним меня что-то хлопнула сзади прикинь ее был сбит последнем бою и она попросила обманывая обратно того дракона кто-то отвечает нет твоего дракона продал я его он столько съел у меня мясло за это время что я решила что он мой ты продала к чертям да и не спросил у тебя да как же так заморилась марла я же хотела тебе помочь как ты мог продать не спросив меня даже об этом слушай я имею на это право кстати я уехал в горное государство так что ищи меня свищи почему ты себя ведешь как будто ты не вернешься никогда обратно к нам тебе мало того проклятия отшила за твои последние проказы слова было на обманывая одно проклятие он когда говорил людям гадости его язык становился длинным и начинал его же обвивать жалить как змея он полагал что все его дурные поступки и слова забудутся до того как он вернется обратно но поступки только распространялись среди понимающих людей и он приобрел славу все только и говорили о его отвратительных поступков как он однажды написал волшебницы в трауре по смерти подруги взял и и вернул в телепатический эфир чё на смерти хайкуешь подруги не бы поддержать живого человека не откаркнул трубу свою телепатическую и пошли дальше и потом вот этот дракон а еще был у него один конкурент в этом же царстве был деятель это был орден всея оленей он был там царь огромный человек со статью большого статного оленя врага его аргентинские путались в джунглях каждый раз когда он передвигался он как-то осознал свое величие так и жил в своем домике для кокосов особо никуда не выходя только чтобы раз в месяц и запрыгнуть на какую-нибудь очередную олениху и поискакать на ней пока не сбросить со своих плеч обманыв боялся всея оленя потому что он был старше его да и больше к тому же у всея олени была репутация дрочуна вот он в лицо ему ничего не мог сказать только улыбался и исчерился когда еще у обманыва был дракон он хотел сплавить его на передержку всея оленью чтобы тот его кормил в момент отъезда обманыва но одна лениха рассказала своему царю что на самом деле о нем говорит этот персонаж всем царь был в бешенстве надо сказать и отказал обманыва в самый последний день перед отъездом говорит дракон твоего не возьму у меня поменялись планы все все мужчины считающие себя значимы соревновались между собой в этом царстве кто-то умел делать музыкальные инструменты кто-то говорил кто-то готовил а кто-то был призер ордена порожняковых движений не делал ничего просто жил и творил новую беткарму шел за годом год и вот обманыв вернулся в королевство и теперь ищет где жить и дракона себе нового на некоторое время погонять ищет сказка из дауна давний намек береги репутацию сердца и байк с молодым